Ребятки, здравствуйте! Все, короче, ребятки, ничего. Мы сюда приезжали ночью, разгружались. Было еще место развернуться. Сказали, тяни до последнего, вываливай и разворачивайся. Как? Как? И где? И куда? Вправо, там просто поле, грязь, еще и дождик идет. Влево, если только влево, сразу нужно руль выкручивать до полной. Ну, как-то так. Как дальше сворачивать, не знаю, кузов упущу. Там Мишаня стоит, ждет. Тут, короче, ребятки, новая стройка. Как вы видите, только грунт снимают. Только-только все начинается. Ну, что я могу сказать? Затолкать сюда, попробовать, если задом сюда заехать, если у меня хватит радиуса. Вперед я сейчас, если булькну, здесь она скользкая-то глина. Тут просто она сейчас раз буксанет, и я залип, приехал. Не знаю, попробуем сейчас. Как-то надо таких... О-о-о, несет. Куда меня несет? Главное, не бздеть. Как говорится, что главное в танке? В танке главное не обосраться. Третью передачу, газ в пол, и только с разгоном, по-другому никак не поднимешься. По клее моей не едь, она рыхлая, не по клее. Это вот ночью мы завезли все по рейсу, приехали по второму рейсу, и тут нам отсыпали, а щебень еще не укатанная. Давай, Мишень, давай. Газ в палац. Пушка, пушка, пушка пушечная. Все, тормози, наверное, здесь как-то разгружайся. Аппаратики какие стоят. Короче, пойдем, Мишане, поможем развернуться сейчас. Подскажу, чуть помогу. Во, давай, давай. Ну и хорош, хорош, ровняй и вываливай, я думаю. Так, над камерой прятать под капюшон, ребята. Дождик идет. Все. Михаил, давай. Давай, 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 пошел. Миш! Да, 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 ровно, ровно, ровно ставь. Вот. Газу, газу, газу. Давай, поехали. Глина, 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 глина. Буксует. За там поедет, потому что он не развернется, здесь места нету. Еще щебень не укатан, и щебень мягкий. Поэтому с разгона приходилось залетать и мне, и ему. Ничего страшного, погрузчик есть, растянут. Заламываю туда, в поворот. Давай, давай, езжай. Ломай, ломай, ломай. Молодец, блядь, давай. Умеешь, могешь. Пацаны вообще, ребята. Красавельчик. Ха-ха-ха. Так. Все, поехали. Ух, погодка. Так, погодка. Слуньцявая. О, буксует. На асфальте. Что-то, Таля, знаешь всех? Не, или так, познакомился на будущее. А говорят, автобусы не нарушают. Если я нарушаю, вот. Как хочет, так и едет, блядь. Да, знаю, там вот этот малый на веке работает, Илюха, он с Чехова. Мы в Чехов, когда возили, сначала вообще Валищева возили, он Валищева устроил, потом Чехов строили, склады. Сейчас сюда переехали они. Да, знаю, подписчик. А, я смотрю, блядь, морды все знакомые, блядь, того и того. А тут что-то, блядь, теперь выгружался этот парень один там, какой-то такой, который пошел туда смотреть. Такой высокий, блядь, белобрысый, что ли он, блядь. А, смотри, смотри, блогер, блядь. Как поедем, у нас выбор есть? Что, по 17-й, да, поярим, да? Так, ребятки, что мне нужно? Мне нужен второй светофор, второй светофор за стрелочкой. На втором светофоре мы под стрелочку и на разворот. Вот знак стоит разворот, и нам здесь нужно жучка отдать. На разворот. Круть и назад. Это дорога в центр. Нам нужно из центра рвануть в область. Погодка, конечно, ребята, отпад. Как говорят мои друзья, самая настоящая московская погода. В Москве. Так и в Москве. Тут все лето такая погода была. И в Москве, и в области. Полетели дальше, буксовать, грязь месить. Все только начинается, интересно. Так как дождик идет, так как там, наверное, будет сейчас не айс. Я не знаю, стоит сейчас будет грузиться, нет. Сможем мы там подняться в горку, нет. Если мы вчера там буксовали на подъем чисто в такую небольшую влажную погоду, а на данный момент сейчас идет дождик, я думаю, там сейчас, наверное, грязище будет. Будем сейчас мы, наверное, там буксовать. Начинается грязюка. Здесь по старому обычаю надо брать. Чем больше, тем лучше. Так как там у нас березка стоит. Бля... Хомуха. Прошел. Прямо в миллиметрах. Миллиметражи. Интересно, наверное, сейчас будет. Чего ты там Мишань говорил? Я никогда не подумал, что вот так вот на европейце, блядь, можно по такой хуйне кататься, блядь. А, на Даффе по помойкам ездить? Да, 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 да. Да, у меня тоже всегда были мысли, что, да, такие машины жалко загонять в такое говно. А на самом деле, да, 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 по грязи идет. Да, 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 вот, грязь идет хорошо, кто-то с пуглей. Как КамАЗ. Вездеход. Да, буксуют, базара нет. Кто не буксует, и где не буксует, смотрите, кто-то, кого-то стягивало здесь. Кому-то здесь не фортануло, не повезло. Блин, дрянь. Новую дробилку запустили, смотрю, блин. Там только походу по рейсу, блин. Мишань, походу мы здесь не поднимемся. Здесь будет, ребят, тяжело подниматься, здесь грязище. Плиты, грязь, глина. Ну, я так думаю, по крайней мере. Не знаю, посмотрим сейчас. Продинтересно, если я сейчас включу заднюю, она поедет просто вот назад. Прыгает. Ну, едет вроде. Буксует. Немножко, ребят. Мишань, ну, назад вроде так едет, буксует, но едет. Давай, давай. Да что, давай, давай. Я думаю, надо попробовать пустым заехать. А не, какой пустой, пустой тягач не вытянет, прицеп. Гружен, если ножопую, будет давить. Может быть, может быть, что-то получится. И если долго мучиться, что-нибудь получится. Мы сегодня еще не ели. Время три. Мишань, ну, что это, придешь, бутерброды кушать. Ставь тачку, приходи, пока меня загрузят. Колбаски нарежем по бутерброду, сожрем хоть. Давай, вставай, поставь нагрузку тогда. Да кого там, я думаю, пока не будешь загрузить. Иди сюда, ставь дафа там своего, сюда иди. Они тут засыпали это, камнями, щебнем. Короче, убирают, проход чистят. Ребят, бутерброд маленький такой. Жрать больше нечего. Вот колбаса, хлеб и чем богато, то мы и рады. Так, ребятки, ну что, заезжаем на подгрузку. Под погрузку. Грузит этот маленький велосипед. Ну, наверное, минут 20 грузит, 30. Во! А вот это намного интереснее штучка. Камазовский, да? Камазовский у него. Кузовок. Ух, бля. Арматура, камушки. Так, ребятки, я загрузился. Сейчас я вперед протяну немножко. Потом назад дам, чтобы мне на подъем подготовиться, чтобы подъем идти. Не знаю. Поднимусь я, либо нет. Буду надеяться, что поднимусь. Опачки, блин. Так, антипробуксовку убираем. Так, чтобы... Надо резко газу не давать, чтобы колесам не дать... Буксануть. Да не, пошел. Отлично. Да не, Мишаня, отлично. Нормально. Ну, я отлично. Как там говорится, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Ну, поехали работать. Мишаня, я, короче, что, думаю, поеду потихоньку. Пока я заправлюсь на заправке, ты как раз можешь подскочить, чтобы ты меня потом не ждал. Давай, 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 конечно, не вопрос. Пока Мишаня загрузит, сейчас я на заправку. У меня стрелочка на красненькую уже поглядывает. Я сейчас потихоньку-потихоньку допилю на заправку, за это заправлюсь. И... Чего ты буксуешь? Поехали, давай. Потом будешь буксовать. Я думаю, буду буксовать здесь на выезде. Нет, спокойно. Дов. Дов молодец, умеет, моет. Даже не буксанул там, считай, на подъеме-то. А это радует. Тоже кто-то березку чиркал. Так, вот она заправка. Заруливаем на заправку. А заправка занята. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, друг, не говори, что ты будешь сливать. А не, у него линейец поднят. Он должен заправляться. А ему везет, у него справа бак. Вот он подъехал, там есть дизель. Вот он сейчас справа раз и зальется. Блин, чуть-чуть. Я на седьмую стал, если что. Мне чуть-чуть не хватает, короче. Хорошо, хорошо. Вот колонка. А там бак. Не смог протянуть он дальше. Даже если я подъеду в притык к нему. Та колонка вот, а бак вон там. Не дотянется, пиздалет этот. Поэтому стоим. Чуть назад, да? Для своей безопасности. Блин, ну еще придется ждать, пока он заправится. Спасибо тебе большое. Коллега, подходил. Может, человек такой взрослый же смотрит ролики. Это говорит, ты снимаешь, да? Он еще у меня в КамАЗа кажется смотрит. Такой взрослый дядька. Спасибо тебе большое, очень приятно. Короче, ребят, я заправляюсь. Взял я топливо. 600 литров взял на 26 340. Так, а здесь где ценник-то? Показать вам. Вот он ценник. ДТ здесь 43 90. 92 42 10. 95 45 50. Нормально, недорого. Есть еще дешевле, Роснефть. Они только подготавливают, я успел. Они только-только сейчас будут сливать. Блин, наверное, камера этого не передаст. Если смотреть вдаль, наверное, максимум километр видно, дальше все белое просто. Дождь, короче, делается выдела. Время 4 часа. Крутим педали на выгрузку. Так, ребятки, я добрался до разгрузки. Мы приезжали сюда вчера. И вот он, наш отсев. Вот она куча. И нам именно нужно именно сюда. Не знаю, как поведет дав здесь, на этой разгрузке по грязи, на одной ноге. Но это отличный вариант покататься по грязи, набить руку перед зимой. Здесь так же буксует, заносит. Они едут. Я даже бы сказал, что и без проблем он едет. Все, вот, с одной ногой, да никуда не залезешь. Залезешь. Если шаришь. Покучней? А, все, понял. Показывает, покучней, говорит. Покучней, значит. Сейчас попробуем покучней. Провода. Лэп, лэп. Достанешь? Ай, красавчик мой! Красавельчик! Дожди, дожди, ребята, дожди идут у нас. Красавельчик! 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 смотри фазу не замокли а то сутки за неплохи девушки-воробушки налипло сколько испугал миша вам я там тоже подналипло представлять ребята не зима мороза нет если был бы мороз вот это вообще просто не убрать блин а и так прилипает очень жестко хрен пойми что это такое нормально нормально дело нормально будет огонек чем их поехали все пучком ребят я короче разговаривал на заправке с подписчиком даст коллега который подходил ко мне мужичок спросил про топлива ирану откуда возите да ну я думаю коллега мне врать бы точно не стал он не верит топлива наверно на данный момент на 1 говорит более-менее самое лучшее это на рост нефти не сравнится ни за газпром не с лукойлом я вот заливаю всегда свою даже маленькую на рост нефти хочется и цена даже ниже на лукойле я рассказывал да ролика когда я заправил слугойла свой nissan я попал на форсунки у меня заскучали форсунки вот поэтому кроме роснефти кричок по стеку так бьет конечно летят слышите как щелкает вернулся я за вторым рейсом будем сейчас грузить еще один рейс какого от села а дальше а дальше будет видно что будет происходить начиная тролль таскать по говно этому у ребят нас мы открытая камера смотреть как видите вот он прям на бетон под бетоном тут сейчас увидел на меня кто-то смотрит подглядывает оставили подслушивать они подглядывают да да я вернулся вы не ждали я вернулся стоять боятся всегда не расслабляться так ну что то дробят миша не сегодня меняется сегодня он попрет на своем дафе но не на своем на фаидовском эльсин домой поедет фаиле то то никого диски который муж он сам работает получается не работают две через одну получается фаиле одну неделю работает миша работы две недели фаиле одну неделю миша две недели вот временно он менял славяна славян попросил типа подменить его вот славян уехал на выходных на выходные и все и после выходных он не вышел он уволился приехал ночью забрал вещи и пока об этом историю умалкивает я мы сегодня звонил давай вот там расскажи чоку что там сказать своим подписчикам своей аудитории вот пока у меня ничего не сказал сказал блин не знаю какой так и скажи я ну я не могу вру абы что сказать приврать или там что-то ну короче как что будет известно ребят я вам расскажу куда он ушел почему ушел короче ребят нечем нас грузить дробилка дробит от все все яйца на две машины горит не хватит подождите чуть-чуть чуть-чуть подождать короче что мы делаем включаем мы автономку сцепление глушим мы машину выключаем печку располагаемся и закрываем глазки напряжите детали украинский бур